Доброе утро, Алексей Юрьевич, Татьяна Николаевна. Доброе утро, коллеги. Сегодня мой доклад будет посвящен тому новому, что появилось в новой возыске классификации. Вышла в свет она совсем недавно, буквально, наверное, месяца полтора назад. В руках у нас Дмитрия Евгеньевича она появилась и того совсем недавно, а именно неделю назад. В связи с этим тот доклад, который был абсолютно готов для сегодняшнего выступления, полностью пришлось переформатировать, переделать. Итак, классификационно значимые молекулярно-генетические характеристики нейроэпителиальных опухолей головного мозга в соответствии с новой возовской классификацией. Вот таким образом выглядит эта классификация, обложка. Вот так выглядела та классификация, по которой мы работали 7 лет. Дмитрий Евгеньевич покажет новую классификацию, она у него в руках сегодня. Чем она отличается от предыдущей классификации? Отличается в первую очередь тем, что за всю историю выпуска голубых книг, так называется эта серия возовской классификации, впервые в диагноз стали выносить молекулярно-генетические аберрации. Три группы опухолей были больше всего связаны именно с появлением этих новых мутаций. Это диффузные астроцитомы и олигодендроглиальные опухоли, такая подгруппа, эмбриональные опухоли и лимфомы. Мы сегодня с вами поговорим только о первых двух. Лимфомы мы сегодня не будем освещать. Итак, посмотрите, как теперь будет ставиться диагноз. Сначала морфологи ставят гистологический диагноз, свой. То ли это астроцитома, то ли это олигодендроглиома, то ли это глиобластома. То ли параллельно, то ли после гистологического исследования выполняется молекулярно-генетическое исследование и определяется статус IDH-мутации, есть мутация или нет, и наличие или отсутствие кодилеции 1P19Q в этих опухолях. И теперь диагноз должен звучать таким образом. Ганглию, прошу прощения, олигодендроглиома с IDH-мутацией и кодилеции 1P19Q. Если исследование не проводится, таким образом диагноз будет звучать олигодендроглиома BDU без дополнительных уточнений. Итак, какие же генетические аберрации появились в диагнозе? Значит, я бы их разделила на две группы. То, что нам очень хорошо известно и с чем мы уже работаем не один год, это IDH-мутация для доброкачественной анопластической астроцитомы, для олигодендроглиом и глиобластомы, и кодилец 1P19Q для олигодендроглиом. Все это нам хорошо известно. А дальше, посмотрите, выделено красным, то, что впервые появилось в опухолях мозга. Причем две из этих мутации притянули за собой в классификацию совершенно новые нозологические единицы. Я говорю о мутации H3K27M, это диффузная глиома средней линии, которой не было в предыдущей классификации, и амплификация в гене C19MC, это эмбриональная опухоль с многослойными розетками. Ее также не было в классификации. Еще несколько аберраций, которые вошли в классификацию. Это RELOFUSION, иначе RELO-транслокация, которая встречается преимущественно у деток в эпидемиумах супротентериальных. Как мы видим, негативный прогноз. И медолобластома в классификации теперь будет активация WHITE-NT пути и активация Hitchcock-гена. Также мутация P53. В скобочках у меня указано, каким образом ту или иную аберрацию можно определять. Или иммуногистохимические, ПЦР или фиш-анализ. Очень коротко об IDH-мутации и кодилеции 1P19Q. Ген IDH продуцирует фермент изоцитрат дегидрогеназа, который участвует в цикле Крепса, и в норме переводит изолимонную кислоту в альфа-кетоглутаровую. Как только случается эта мутация, в дальнейшем цикл Крепса идет по пути образование 2-гидроксиглутарата. Тот в конечном итоге приводит к туморогенезу. Невероятно часто цитируется эта публикация, и данная картинка приводится даже в новой классификации ВОЗ. Это частота встречаемости мутаций в генах IDH1 и 2. Мы видим, что в подавляющем большинстве случаев это ген IDH1. И чаще всего эти мутации встречаются в доброкачественной ионопластической астроцитоме, также в доброкачественной ионопластической олигодендроглиоме, смешанной олигоастроцитоме, также в вторичной глиобластоме, крайне редко в плеамортной красантоастроцитоме и в первичной глиобластоме. Не встречается в пилоцитарной астроцитоме, эпендимоме, глиобластоме у деток, медулобластоме и другие опухоли, которые не связаны с опухолями мозга. Итак, коллеги, это собственные результаты. Красным цветом выделена первичная глиобластома. Реже всего встречалась эта мутация. Встречалась, но не часто, в пнео- и анопластической ганглиоглиоме. И наиболее часто это то, что выделено зеленым цветом. В принципе, данные соответствуют мировым. Далее. Частота встречаемости кодилеции 1P19Q. По аналогии с IDH-мутацией, это приоритеты анопластические и доброкачественные астроцитомы, олиго-астроцитомы, крайне редко в пилоцитарной астроцитоме и в глиобластоме. Собственные результаты не встречались ни в одной первичной глиобластоме и пнео. Пнео. Более или менее, ну, по крайней мере, меньше, чем 30-40% частота. Это анопластическая астроцитома, анопластическая ганглиоглиома, астроцитома, грейд-2 и глиобластическая астроцитарная астроцитома. И достаточно часто в опухолях с олигодендроглиальным компонентом. Значит, немножко забегая вперед, этот вопрос мы будем выяснять. Согласно новой классификации, написано таким образом, если вы видите опухоль, которая гистологически соответствует олигодендроглиоме и нет кодилец 1P19Q, это астроцитома. Вопрос невероятно спорный, требует дальнейшего, конечно, обсуждения. Итак, в связи с наличием или отсутствием мутации в гении IDH1-2 и дилец 1P19Q выделяют три молекулярных подтипа астроцитома. Первый тип наиболее благоприятный для течения заболевания, и третий тип самый неблагоприятный. Почему так? Все дело в том, что на схеме изображен вот этот первый вариант, второй и третий. Дело в том, что каждому подтипу астроцитом соответствует четко свой набор тех или иных активирующих и инактивирующих мутаций. Посмотрите, что соответствует для первого типа и для третьего типа. Набор генетических аберраций для астроцитом, в которых нет ни IDH-мутации, ни кодилец 1P19Q, по большому счету, соответствует больше глиобластоме. Ну, может быть, на первый взгляд, достаточно сложная картинка, ничего сложного здесь нет. Обратите, пожалуйста, внимание, даже визуально, вот группа пациентов с анапластической и доброкачественной астроцитомой без IDH-мутации, это глиобластома, тоже с диким типом IDH. Посмотрите, частота встречаемости, амплификации, дилеции в соответствующих генах практически та же самая, что и в глиобластомах. Соответственно, и выживаемость. Обратите внимание, это кривая выживаемости пациентов с глиобластомой с IDH-мутацией. Вот синяя линия. И ниже, красная, с худшей выживаемостью, это группа пациентов с астроцитомами, но без IDH-мутации. Больные с глиобластомой IDH-мутацией живут дольше. Мы кратко закончили IDH-мутацию и кодилетсу 1P19Q, а вот теперь переходим к тому новому, с чем нам придется иметь дело. Итак, мутация H3K27M характерна для диффузной глиомы средней линии GRAY4. Причем частота встречаемости этой мутации зависит серьезно от локализации. В данном случае эта мутация чаще встречается в таламусе и мост. Определяется иммуногистохимическим методом, антитело одноименное, и прогноз при наличии этой мутации крайне негативный. Двойственная функция этого гена, с одной стороны, участвует в упаковке нити ДНК, с другой стороны, активно участвует в эпигенетике. Далее, RELO-транслокация, или RELO-Fusion Protein Transcription. Характерна тем, что чаще всего встречается у детей в супротентериальных эпидемомах. Определяется иммуногистохимически путем ПЦР и фиш-анализом. Это прото-онкоген, который локализуется в 11-й хромосоме. Антитело L1-CAM прогноз негативный при наличии данной транслокации. Выделяют две генетические подгруппы супротентериальных эпидемом, и пациентов с RELO-транслокацией, которые имеют наихудший прогноз, включили в классификацию. С транслокацией ЯП-1 классификацию не включили. Высказано было такое мнение еще в 2014 году. Очень уважаемый журнал Nature. Очень может быть, что эта аберрация когда-нибудь станет потенциальной терапевтической мишенью для пациентов с супротентериальной эпидемомой. Итак, медулабластомы. Медулабластомы, как всем хорошо известно, подразделяют на 4 гистогенетических типов в зависимости от морфологической картины и наличия тех или иных аберраций. Третья и четвертая группа по-прежнему остаются безымянными. Первая группа с активацией пути White NT чаще встречается у детей. Частота небольшая, всего 10%, но имеет хороший прогноз. И активация Hitchcock гена чаще встречается у более взрослых пациентов с не очень хорошим прогнозом. Причем в самой классификации указано, что четко негативный прогноз, а в другом исследовании 2016 года написано, что прогноз средний. В этой же самой классификации приводится таблица, в которой в зависимости от того, какая встречается мутация, какой гистологический тип, есть ли крупные клетки в этой опухоли, есть ли метастазы, метастатические отсевы, четко выстраиваются, какой риск развития раннего рецидива у этих пациентов. Итак, продолжаем. Ген C19MC встречается в 19-й хромосоме. Амплификация этого гена определяется иммуногистохимией и фиш-анализом. Встречается как в примитивных нейроэктоидромальных опухоли. Кстати, в новой классификации такой формулировки сейчас нет. Эмбриональные опухоли ганглионейробластомы и нейробластомы. Сама формулировка ПНЭД удалена. Но более всего характерна для эмбриональной опухоли с многослойными розетками. Та новая нозологическая единица, которая появилась в этой классификации. Причем, посмотрите, частота этой амплификации 95%. Вообще, выявление этой мутации очень было непростым занятием. Нашли, как всегда, случайно. Исследовали пациентов с ганглионейробластомой, нейробластомой, медулоэпитолиомой. И вычислили группу пациентов, которые имели очень плохие результаты после лечения. Стали изучать более детально. Выяснилось, что у этих пациентов имеются вот такие многослойные... Слушайте, не та картинка. Я прошу прощения. Да. Покажу в новой классификации. Розетки многослойные, истинные розетки. Внутри розетки сосуда нет. И после чего, отдали уже материал генетикам, и с 95-процентной частотой был выявлен вот этот ген, который имеет негативный прогноз для этих опухолей. На этом, с теми аберрациями, которые включены в классификацию, я заканчиваю. Однако, были две аберрации, которые серьезно анонсировались на ЭСМО в 2015 году, и мы думали, что они будут включены в новую классификацию. Речь идет о ТЭТ, мутации в гене ТЭТ, и, прошу прощения, АТРХ и гене ТЭТ для глиобластом. Они не вошли в новую классификацию. Я думаю, дело будущего, потому что мутации невероятно важные и часто встречающиеся. Прошу прощения за технический сбой для диффузной астроцитомы. Генетические аберрации незначимые для постановки диагноза, но очень важные для прогноза и лечения. Посмотрите, в каждом случае при IDH-мутации свой набор генетических аберраций, при диком типе IDH свой, и они принципиально отличаются. Новое – это наличие АТРХ, активирующей мутации, и в меньшем числе случаев ТЭТ, активирующей мутации. Очень четко в новой классификации под рубрике диффузной астроцитомы прописано, что MGMT теперь рассматривается не как прогностический, а как предиктивный маркер. С гемистецитарной астроцитомой революции не произошло, однако четко указано, что наличие тучных астроцитов в этой опухоли – это нереактивный процесс на химиотерапию, лучевую терапию и на оперативное вмешательство, поскольку и в гемистецитах, и в астроцитарной части опухоли присутствует мутация в гене P53. Анапластическая астроцитома – все то же самое. Посмотрите, то, что указано светло-зеленым цветом, все нам хорошо известно. Новая – это аторекс-мутация. Далее, для глиобластомы повторяться не буду. Новая – это ТЭТ-мутация. Посмотрите, с какой частотой. От 72 до 90%. Нельзя к глиобластоме относиться во всех случаях одинаково. Она очень разная, поскольку где-то есть IDH-мутация, где-то ее нет, где первичная опухоль, вторичная. Каждый из этих вариантов имеет совершенно свою генетику. Вот посмотрите, первичная глиобластома и вторичная глиобластома. IDH-мутация ноль. В первичной 100% пишет во вторичной и так далее. Совершенно противоположная в своей генетике опухоли. Обобщенный слайд. Первичная глиобластома. Преимущественно ТЭТ-мутация. Астроцитарные опухоли – это аторекс, IDH и мутация в гене 1P53, олигодендроглиома. Это ТЭТ-мутация, причем она сцеплена с кодилецией 1P19Q. И IDH, олигоастроцитома, здесь всего понемножку. Заканчиваю. Ген ТЭТ редко присутствует в доброкачественных опухолях и отсутствует в нормальных тканях. Как я уже сказала, есть прямая зависимость наличием кодилеции 1P19Q и олигодендроглиальным компонентом. Плохой прогноз при наличии мутации у больных с глиобластомой и обратная зависимость с IDH-мутацией за исключением олигодендроглиома. Ген АТРХ считается ранней генетической альтерацией в развитии глиом, поскольку присутствует в доброкачественных опухолях. Имеется прямая зависимость с IDH-мутацией и мутацией в гене P53. Нет корреляции с метилированием гена МГМТ. Обратная зависимость с кодилецией 1P19Q способствует удлинению теломер, так называемое альтернативное удлинение теломер. Теломеры это концевые участки на хромосомах, их длина прямо пропорциональна жизнеспособности клетки. Чем длиннее теломера, тем дольше живет эта клетка. Поэтому видимо и выживаемость у этих пациентов лучше, нежели чем при отсутствии этой мутации. остаются вопросы очень сложные. Кто должен ставить окончательный диагноз? Специалисты, которые задействованы в постановке диагнозов, как минимум трое. Нейрохирург, морфолог, генетик, ну и онколог. Вопрос очень сложный с моей точки зрения, больше даже организационно. Каким образом мы будем соответствовать новой классификации? Трудно сказать. Немножко проще в крупных городах, поскольку имеется хорошая оснащенная лаборатория, где все это можно сделать. Мы работаем с лабораторией Евгения Наумовича именитого. Нам, наверное, ничего как онкологам не остается другого, как просить морфологов закупать антитела соответствующие, потому что очень многие аберрации можно выявить иммуногистохимические, а что нельзя выявить иммуногистохимические, и будем уже обращаться к нашим генетикам. Как быть, если определение генетических повреждений выполнить невозможно? Самый сложный вопрос. То ли пересылать в большие города, или каким-то образом пытаться наладить это у себя на месте, если, по крайней мере, есть хорошая лаборатория, где выполняется иммуногистохимия. И уж совсем неизвестно, кто будет в конечном итоге все это оплачивать, потому что страховые компании у нас не оплачивают ни иммуногистохимию, ни уж тем более молекулярную генетику. Но, тем не менее, у меня как-то более или менее оптимистичный прогноз, потому что, на мой взгляд, справиться с этим можно, и я думаю, что, создавая такие потрясающие просто скульптуры, Бернине было сложнее, чем нам.